Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире новости регионов в студии Виталий Барташевич. Смотрите сегодня в выпуске. Премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков в рамках рабочего визита посетил Брестскую область. В Пинске состоялся финал городского конкурса «Прохожуня по лесу-2016». Премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков в рамках рабочего визита посетил Брестскую область. В городе Кобрине прошло совещание с участием руководства области, на котором был рассмотрен указ президента по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций в Брестской области и в Кобринском районе. Также глава правительства посетил ряд предприятий региона. С подробностями Лариса Осмолович. Во главе угла рабочей поездки главы правительства финансовое оздоровление сельхозорганизации Брещена. Одно из решений – разработка дорожной карты для каждого хозяйства, имеющего какого-либо рода проблемы. Только индивидуальный подход поможет стабилизировать ситуацию. Мы определились, что буквально до конца года мы по всем ключевым требующим решения позициям по предприятиям, во всяком случае дорожные карты, как по этим предприятиям поступать, как их выводить из этого сложного финансового положения. А там есть разные подходы и досудебные процедуры, и послесудебные, и процедуры антикризисного управления, санации предприятий. Все эти наборы инструментов присутствуют, и мы очень тщательно эти вопросы посмотрели. Просто не будет ни для руководителей, ни для тех, кто работает в сельхозорганизациях. Требуется соответствующая нормативная база, подчеркнул Андрей Кобяков, безоговорочно согласный с этим утверждением, и руководители областной вертикали. Работы предстоит еще очень много. Мы практически только, наверное, прошли четверть пути, если так вообще выразиться, с точки зрения реализации этих указов. Непростая работа, требующая индивидуальной работы с каждым сельхозпредприятием, требуется ювелирная индивидуальная работа. Общего шаблонного решения всех под копирку, условно, всем дать денег, или никому не давать денег, или, допустим, всех реформировать, всех ликвидировать, или там что-то еще такое всеобщее, таких общих, единоисполняемых рецептов просто нет. Но инструменты, которые глава государства дал этими указами, они, в принципе, дают возможность местным органам власти, при непосредственном участии и республиканского органа госуправления, банковской системы, находить выходы из этих решений, причем не затягивая. О результативности мер по улучшению финансово-экономического состояния предприятия разговор велся уже непосредственно на промышленных объектах. Инструментальный завод «Ситома», работающий с советских времен и стоящий в те годы довольно крепко на ногах, является единственным в республике специализированным предприятием по изготовлению слесарно-монтажного инструмента. Но ситуация на нем сегодня достаточно сложная, хотя неплохие подвижки имеются. Благодаря инвестициям на предприятие снижены энергозатраты и запущена новая линия цинкования и оксидирования, что позволило выпускать ключи нового образца. Наша дальнейшая задача – это модернизация инструментального цеха, чтобы от получения заказа до выхода готового продукта максимально сократить сроки, а также расширить ассортимент выпускаемой продукции. Вроде мы много, 400 производим позиций, но для того, чтобы быть успешным на рынке, это уже мало, надо еще столько же. Тогда мы можем увеличивать ассортиментный перечень, можем в полном объеме удовлетворять заказчикам в плане проведения тендерных процедур и так далее. Пока мощности «Ситома» используются лишь на 60%. Продукция не является конкурентоспособной. При достаточно хорошем качестве инструмента, веско заметил глава правительства, упаковка непрезентабельная, оставляет желать лучшего. Сегодня и этот факт играет роль. С советских времен предприятие, казалось бы, могло бы очень серьезно работать и не только в производственной технической кооперации, что в общем-то было изначально и его предназначением, но могло бы работать в розничной сети, в торговле. Но вот наш такой, к сожалению, редкий случай, когда я говорю советский подход, еще старый, нерыночный, в общем-то, когда делать хорошую, качественную, достаточно продукцию, инструмент, который отличается и по прочностным своим качествам, вот, ну, не всегда, скажем так, привлекательный внешний вид, не всегда, практически я там не видел пока еще до сегодняшнего момента упаковки, которую можно было бы рассмотреть как привлекательную, которую хотелось бы подарить, допустим, другу. Как пример правильного менеджмента, кобринское предприятие «Полесье», специализирующееся на производстве детских игрушек и игр. Благодаря грамотной политике по продвижению услуг, осуществляемого на основе целенаправленного изучения потребительского спроса, обеспечивается высокий качественный уровень продукции, удельный вес экспорта свыше 80%. Более 40 стран мира знают кобринского производителя игрушек, а это показатель успешной работы. Прекрасные условия, прекрасное оборудование, интересная содержательная работа, молодые лица. Вот вы обратили внимание, что конструкторы, технологи и рабочие, которые, они все, в общем-то, видно, что с большим желанием, удовлетворением трудятся, и вознаграждение затрудится, и заработная плата. Достаточно успешно сегодня работает и кобринская предельно-ткацкая фабрика «Ручайка». Это, опять же, грамотная политика руководителя, убыточная и нерентабельная долгие годы. Предприятие с 2015-го работает прибыльно. Темп роста товарной продукции составил более 148%. Рентабельность продаж почти 10%. Чистая прибыль – 795 тысяч рублей. Предприятие провело работу по диверсификации рынка сырья и сегодня выпускает материал ПВХ для баннеров и автомобильных тентов. Практически 70% продукции идет на экспорт. Основной рынок сбыта – Российская Федерация и Казахстан. Мы собираемся сделать свое производство готовых изделий. Из наших материалов, как продолжение, до сих пор мы выпускали полуфабрикаты, надеемся выпускать готовые изделия. То есть, малоархитектурные формы, тенты для автомобилей, палатки разного рода, навесы и так далее, ангары. Сейчас идет написание инвестиционного плана бизнес-проекта. Бизнес-план инвестиционного проекта идет. Подобрали оборудование, пока так считаем наши затраты на его реализацию. Работа в современных условиях, в нынешней экономической ситуации требует определенно нового подхода к организации процесса и руководящего состава предприятий, и трудового коллектива, резюмировал Андрей Кобяков. К сожалению, вот эти детские болезни, так называемые еще со старых времен, они еще присутствуют. Поэтому здесь нужно даже не столько повложение, не столько инвестиций, хотя это тоже требуется, но здесь больше, наверное, отношение к делу, желание, подбор кадров, работа в современных условиях. Вот то, что требуется от, допустим, предприятий, которые явно пока не догоняют, явно не соответствуют тем возможностям, да и тем потребностям, которые, в общем-то, предъявляются к тому, что человек, приходя на работу, должен получать надлежащее вознаграждение и за свой труд, и получать удовлетворение от той работы. Пока, допустим, это не везде в Кобринском районе. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Краснослободский консервный завод – одно из предприятий пищевой промышленности Минской области, выпускающее продукцию под торговой маркой «Слободар». Завод специализируется на изготовлении маринадов, соусов, соков, джемов, плодо-овощных консервов. Сегодня основной покупатель продукции – потребка операция. Однако не только белорусскому потребителю известен вкус «Слободара». Солигорские консервы уходят в Туркменистан. А со следующего года планируется поставка в Российскую Федерацию. Краснослободский завод специализируется на производстве консервированной натуральным способом продукции, изготовленной из высококачественного отечественного сырья. Всевозможные джемы, варенья, овощные обеденные блюда, салаты, закуски, натуральные соки. Хит сезона – березовый с лимоном и сок, настоянный на плодах шиповника. В этом году ставку сделали и на грибы, маринованные, соленые, с добавлением их в различные овощные рагу. Всего получилось 15 видов консервов. Их вкус оценили жители соседнего государства. Третий год подряд продукция солигорского «Слободара» экспортируется в Туркменистан. И если изначально речь шла только о 2000 долларов в отгруженной продукции, то сегодня сумма поставок увеличилась до 15 тысяч долларов. Всего же по области, по сравнению с прошлым годом, темп объема производства в фактических ценах за 10 месяцев увеличился в 7,5 раз. Организуем торговый дом с Новосибирском. То есть мы всю продукцию нашу, в том числе консервную, будем поставлять в Новосибирск. Мы там проводим ежегодные ярмарки. Продукция наша пользуется огромным спросом. Люди ждут просто эту ярмарку белорусскую. Поэтому попросили сами жители Новосибирска, чтобы мы организовали этот торговый дом, и чтобы белорусская продукция была именно в Российской Федерации. Производство в системе потребительской кооперации в основном преимущественно представлено малыми цехами и производствами. Вообще в системе Минского облпотребсоюза представлено, работает на сегодняшний день 90 цехов и участков, в том числе два консервных завода. Основное внимание нами уделяется именно переработке и заготовке сельскохозяйственного сырья. Далее продукция идет в реализацию в нашу торговую сеть. Мы участвуем много в тендерах для поставки продукции бюджетным организациям. Различные торговые сети. И плюс наша система потребительской кооперации всей Республики Беларусь. На сегодняшний день 50% из того, что мы производим, мы реализуем в собственной сети. 50% это так называемые внесистемные покупатели. Отечественный производитель сегодня стремится составить конкуренцию иностранной продукции. Экспериментирует с различными формами упаковки и рецептурами. Увеличивает ассортиментный перечень, чтобы предложить покупателям разнообразный вкусный товар. Сегодня Краснослободский консервный завод выпускает порядка 46 наименований продукции. В сезон переработки эта цифра вырастает до 60. Предприятие делает акцент на новую упаковку. Модернизация позволила с громасткой трехлитровой тары перейти на малогабаритную. Мы демонтировали линию, перешли на банку твистов, которая закручивается. Новинка этого сезона – малиновый джем. Это джем из черной смородины, твистовые баночки. Ну и в основном перешли 0,5 баночка. Это огурцы, корнишон, черри, помидорчики, томаты в томатной заливке. Также у нас в сезон, летний сезон – это дикорастущие ягоды, также это садовые ягоды, огурцы, помидоры. Из них, конечно, это овощная группа, рагу, первообеденные – это борщ, солянка, рассольник и закусочные. Также мы выпускаем томатные соусы. Продукция торговой марки «Слободар» – это не только вкусно и полезно. Дополнительный бонус – быстрота в приготовлении первых блюд. Однако главный принцип – выпускать качественную продукцию из натурального сырья без добавления консервантов и искусственных красителей – остается неизменным. В Пинске состоялся финал городского конкурса «Прохожунья Полесья-2016». Его участницы дефилировали в коллекциях одежды белорусской компании, а также знакомили зрителей со своими увлечениями и достижениями. За титул победительницы и корону соревновалось 13 очаровательных девушек. А кто же стал лучшей, по мнению жюри, выясняла наша съемочная группа. 18 ноября в городском Доме культуры состоялся финал конкурса красоты «Прохожунья Полесья-2016». На протяжении трех часов шоу участницы демонстрировали грацию, обаяние и таланты. За право стать главной красавицей столицы Полесья боролись 13 девушек. Они представили коллекции одежды «Полесья», «Марк Формель», «Элема» и магазина «Коламбина». Также в программу было включено детское дефиле воспитанников подиум школы модельного агентства в студии моды Сергея Нагорного. Миром правит красота, любовь и мода в Беларуси развивается. Это все история, по-моему, одной, это все составляющие одной истории. Поэтому приятно, что есть такие конкурсы красоты, и они всегда связаны и с дизайном, и с поиском красивых новых лиц. А в Беларуси их действительно очень много. Кульминацией шоу стал конкурс «Визитная карточка», в которой каждая претендентка на титул и корону победительницы познакомила зрительный зал со своими увлечениями, мечтами и достижениями. Девушки доказывали, что они не просто красивы, но и талантливы. Участницы танцевали, пели, читали стихи и скороговорки. Эти воздушные шары – это мои мечты, которые пока еще не сбылись. Сегодня одна из них может осуществиться, а остальные я пока возьму с собой. Красота – это не только внешние данные, но и богатый внутренний мир, активная жизненная позиция, стиль, вкус и индивидуальность. Эту истину и должна подтвердить мисс Прыгожоня-Полесья-2016. Мисс должна обладать и нести за собой ореол души, тепла, любви, вдохновения и быть образцом не только внешней красоты, но и, безусловно, светиться изнутри. Решением жюри, короной победительницы и титула «Мисс Прыгожоня-Полесья-2016» была удостоена студенткой медицинского колледжа Анастасия Левшун. Эмоции просто переполняют меня. Я вообще не ожидала от того, что я могу, в принципе, победить. Я, конечно, думала, что возможно такое, но я просто не ожидала, что я в этом конкурсе сегодня получу такую победу. Мне очень приятно, я очень рада, я прям на эмоциях вся. Титул первой вице-мист достался Карине Церуш. Второй вице-мист стала Дарья Губенец. Также были названы победительницы в специальных номинациях. Мисс Фаберлик стала Мария Башко, а мисс Фото – Ксения Гурина. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На областном этапе республиканского конкурса «Стоидей для Беларуси» Даша представила два проекта. «Посолук» – экологически чистое средство для уничтожения колорадских жуков и «Экозол-три медведя», с помощью которого можно предотвратить лесные пожары. Новаторские идеи эксперты оценили, хотя, признается, Дарья, было непросто. Сказать, что было волнительно, может быть, не совсем так, но там присутствовали такие члены жюри, которых я боюсь, скажем так, с прошлого года еще. У них, когда защищаешь работу, они спрашивают не в таком плане, но задают вопросы. То есть, когда начинаешь защищать, они сразу приходят к концу работы. Когда ты начинаешь, сразу конец работы, непонятно уже, что говорить, так как они это уже спрашивали. Вот, поэтому немного, да, было волнительно из-за этого. Уже не первый год тандем Дарьи и учителя химии Натальи Гринько связывает экологический интерес улучшить состояние окружающей среды нашего региона, да и страны в целом. Дело в том, что мы постоянно стараемся все свои работы, которые делаем, связать с экологией. Потому что я, как учитель химии, и все в нашем обществе заинтересованы в том, чтобы сделать Беларусь нашу еще экологичнее, еще красивее. И Дарья представила эти две работы, я бы так сказала, на экологическую тематику, на конкурс «100 идей для Беларуси». Что касается проекта Старобинских разработчиков, который прошел на республику, он прост в использовании и эффективен. Им можно посыпать участки леса, которые облюбовали местные жители для отдыха на природе. В случае возгорания ингибитор горения под воздействием высокой температуры начнет плавиться и будет препятствовать дальнейшему распространению огня. «100 идей для Беларуси» – это реальный шанс заявить о себе и своей идее на всю страну. И в случае победы на республиканском этапе получить грант на реализацию проекта. 18 ноября на базе Центра дополнительного образования детей и молодежи города Пинска стартовало первенство Брестской области по спортивному скалолазанию среди учащихся. В этом году в лично командных соревнованиях приняли участие 146 юных спортсменов. Каждого из них ожидала нелегкая дистанция. С 18 по 20 ноября в Центре дополнительного образования детей и молодежи города Пинска проходило первенство Брестской области по спортивному скалолазанию среди учащихся. Лично командные состязания проводились в трех возрастных категориях – младший, средний и старший. Подобные соревнования проводятся ежегодно и с каждым разом привлекают все больше участников. В этом году проявить свои силы приехали 146 юных спортсменов. Спортивное скалолазание все больше набирает популярность во всем мире. И у нас, в частности в Брестской области, мы этот вид спорта развиваем. Пинск имеет уникальную возможность. Ребята города Пинска имеют уникальную возможность заниматься данным видом спорта. Спортивный зал нашего города соответствует всем условиям для проведения как областных, так и республиканских соревнований. Более 200 ребят увлекаются этим видом спорта только в Пинске и Пинском районе. В этом году в областных состязаниях принимали участие 13 команд из Пинска, Бреста, Ивановского и Ляховичского районов. Ребятам было необходимо полностью сконцентрироваться, поскольку главные критерии для оценки – скорость и трудность подъема. Сегодня будет вид скалолазания – соревнования на скорость. Принимать участие будут самые маленькие ребята, это от 2007 года и младшие. Вот буквально на этих трассах они будут выступать. Их задача – как можно быстрее добраться до финиша и по лучшим результатам будет проводиться награждение. Завтра у нас соревнования на трудность. Сегодня скалолазание – один из наиболее быстро развивающихся видов спорта. Им занимаются миллионы людей по всему миру. В связи с этим Международная федерация спортивного скалолазания годами пыталась включить скалолазание в Олимпийские игры. Но только недавно им это удалось. Буквально где-то полгода назад комитет, который принимает решение о включении видов спорта в Олимпийские игры, принял такое решение. В 2020 году скалолазание как вид спорта включено в Олимпийские виды спорта. И соревнования будут проводиться именно на скорость, как вот у нас сегодня. По итогам трехдневной борьбы определили победителей в лично-командных соревнованиях. Город Пинск занял первое место. На втором – ребята из Пинского района. Третье место досталось команде из Кобринского района. Лучшие скалолазы вошли в состав сборной команды Брестской области. Именно они примут участие в республиканских соревнованиях по спортивному скалолазанию, которые пройдут в Пинске с 24 по 26 ноября. Вы смотрели новости региональных телекомпаний. Мы рассказываем только о самом важном и интересном, что происходит сегодня в регионах Беларуси. Увидимся с вами ровно через неделю. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова